В этой семье год собаки никогда не называют уходящим. Во-первых, потому что здесь живет столько собак, что мало не покажется. Во-вторых, потому что сама Анфиса родилась именно в этот год, в год собаки. О собаке она мечтала с самого детства, но мечту осуществила, только став взрослой и самостоятельной. Один за другим в доме появились тойтерьер, баллонка и кавказские овчарки. Гордость и радость хозяев. Это очень затратно. И кавказская овчарка – это серьезная собака. Поэтому людям, которые решили завести собаку, независимо, кавказская овчарка, тойтерьер, алабаи, нужно задуматься, справятся ли они с ней. Потому что психика у каждой собаки разная, у человека психика у каждого разная. Поэтому нужно сопоставить все «за» и «против» и потом принять какое-то решение. Иметь собаку – большая ответственность и забота, и нагрузка. Финансовая, временная и моральная. А иметь выставочную собаку – это нагрузка вдвойне. Редкий выходной Александр и Анфиса дома, потому что суббота и воскресенье – дни, когда проводятся выставки. Из 52 недель 2018 года 44 проведено в городах Свердловской, Челябинской, Тюменской областях, Пермском крае, Москве, Казахстане. За каждым из победных кубков огромной коллекции – огромный труд. Расходы на выставки немаленькие. Взносы, справки, дорога. А подготовка чего стоит? Приведение шерсти в порядок доверяют профессиональному грумеру. Представляет собаку в ринге – тоже профессионал. Хендлер Евгения Гронская. Хрупкая она рядом с кавказцами, смотрится как дюймовочка. Однако собаки слушаются ее безоговорочно. Но и присутствие хозяев им очень важно. Саша на выставках – незаменимый человек. Во-первых, я как водитель, как сопроводитель собак, потому что собаки очень крупные. И чисто их просто нереально удержать троих собак сразу, допустим. А ездим мы на выставке не с одной собакой. Бывает и… Ну, тут вот было в Перме. В Перме ездили с троими собаками, с тремя. Ну, и вот приходится мне везде всегда с собаками быть. Ну, вот так. Ну, вот вольеры сами тоже делаем самостоятельно. Похожие на больших плюшевых медведей, эти собаки не могут не привлечь к себе внимания. Однако многие смотрят на кавказцев косо, говорят, что они агрессивны и плохо поддаются дрессировке. Но говорят те, кто знаком с породой понаслышке, либо сам не справился с воспитанием. Если их правильно воспитывать, а самое главное – любить, они станут самыми верными друзьями, милыми и ласковыми. Не меньше любви достается и шаху. Этот дворянин достался Саше с Анфисой вместе с домом. Прежние хозяева поставили такое условие. Старику-шаху, как говорится, счастье привалило. Он, наконец, познал, что такое настоящая человеческая любовь. И сам щедро дарит ее не только Анфисе и Саше, но и их сыну Рамилю. И всем, кто с добром приходит в этот дом, никого не облаивая. В этой семье не только собаки-звезды. Их хозяйка тоже отличилась. Год собаки прошел для нашей семьи, я считаю, очень плодотворно, хорошо. Слава Богу, у нас не было потерь. Собаки проездили многие города, получили титулы. Помимо того, что этот год собаки, наших любимых питомцев, еще в этот год родилась и я. Поэтому для меня это тоже был год очень удачный, плодотворный. И, так скажем, чуть-чуть похвастаюсь. Я приехала в прошлый выходной из корпоратива, где меня на работе наградили. Я стала лучшим сотрудником года, 2018. Поэтому мой год мне принес только все самое наилучшее и самое лучшее. И подводя итог к году минувшему, Анфиса с радостью делится пожеланиями на год предстоящий. В уходящем году собаки пожелать, чтобы у каждого человека было такое крепкое плечо, такая защита, такая стена, такой верный друг. А где-то, наверное, скорее всего и помощник, и отдушина, чтобы у каждого это было. И в семье каждому благополучие, счастье, здоровье. Ну и чтобы поменьше, скорее всего, ну не скорее всего, а поменьше теряли близких. Неважно людей, животных, чтобы было меньше потерь. Пусть это сбудется для всех. Пусть наступающий год будет успешным и счастливым. И неважно, какое животное назначит нам Восточный гороскоп.